Добро пожаловать в наше путешествие по Старой Ладоге. Старая Ладога до 1703 года, просто Ладога. Село Волховского района Ленинградской области, на левом берегу Волхова, в устье реки Ладожки. Здесь находится уникальный Староладожский историко-архитектурный и археологический заповедник, в состав которого входит Староладожская крепость. Староладожский Никольский монастырь, Успенский монастырь. Варяжская улица, древнейшая улица России и Курганы. Несмотря на солидные размеры, Старая Ладога остаётся деревней и представляет собой одну улицу, тянущуюся параллельно реке. Всю деревню из конца в конец можно пройти за полчаса без остановок. Считается, что возраст Старой Ладоги – 1250 лет, и она была основана в 753 году. Город стоял в самом начале пути из варяг в греки, и положение его было довольно выгодным. Поэтому именно сюда в 862 году сел призванный на Русь варяг Рюрик. Но вскоре Рюрик понял, что Ладога слишком далека от крупных городов, и несколько лет спустя перенёс столицу в Новгород, к истокам Волхова. Тем не менее, Ладогу можно назвать предшественником Новгорода. Другим крупным событием того времени стала смерть вещего Олега, покорителя Хазарии и Константинополя, по преданию, случившийся тут же в Ладоге. Никольский монастырь – наиболее древний монастырь Старой Ладоги, хорошо видимый шоссе. Возник Никольский мужской монастырь, предположительно, в XIV веке, а ансамбль монастыря сложился в XVII веке и включает стандартный набор построек. Монастырь окружает невысокая декоративная стена с остроконечными угловыми башнями, внутри которой расположены жилые корпуса и два храма. Никольский собор XVII века, с почти кубическим объемом и почти идеально шаровидным куполом, находящийся в процессе реставрации. И церковь Иоанна Златоуста, 1860-1873 года, архитектор Горностаев. Между двумя храмами, похоже на карандаш, колокольня. Старая Ладожская крепость располагается в нескольких сотнях метров дальше по шоссе. На самом берегу Волхова, около мостика через речку Ладожку, является ключевой достопримечательностью в Старой Ладоге. Первая крепость на этом месте была возведена еще в 1114 году. Примерно тогда же внутри крепости появилась церковь. Однако нынешний облик крепости относится к XV веку, когда Ингерман-Ладзе вместе со всей Новгородской республикой вошла в состав Московии. Ладожская крепость во многом похожа на своих сестер, Орешек и Ивангород, но только заметно уступает им в размере. Большая часть крепостной стены – руины, не имеющие даже четкой формы. Похожи скорее на скалы. Но толщина стен достигает местами 5 метров. Ослужены они из впечатляющих валунов. Восстановлен в первоначальном виде лишь один участок – фасад крепости с двумя невысокими, но невероятно толстыми башнями – Климентовской и Воротной. В последней – крепостные ворота. Со стороны Волхова стена практически не сохранилась. Раскатная, стрелочная и тайничная башня находятся в руинированном состоянии. Внутри крепости располагаются две церкви. Первая Домонгольская Георгиевская церковь представляет собой типичный древнерусский храм 12 века. Шлемовидная глава, позакомарное покрытие, желтовая-то штукатурка поверх плинфы. Рядом расположена деревянная церковь Дмитрия Солунского 1731 года. Одна из редких городских деревянных церквей. В плане она довольно проста и имеет одну главку, крытую лемехом. В целом, обе церкви Ладожской крепости исключительно интересны и особенно удивляют их сочетание. Внутри церкви Дмитрия Солунского размещена экспозиция крыльеведческого музея. Успенский монастырь расположен еще в нескольких сотнях метрах севернее и занимает большую площадь. Краснокирпичные постройки этого женского монастыря 19 века. Однако монастырь одна из главных достопримечательностей Старой Ладоги, так как в нем расположена Успенская церковь. Это также храм 12 века, очертаниями почти повторяющий Георгиевскую церковь, но более крупной и в то же время более изящной. В целом, Успенский храм удивительно похож на церкви Киева. Архитектура 12 века была единой, от Балтики до Черного моря. Знаменательное событие произошло здесь в 1718 году. Из Суздаля в Ладожский Успенский монастырь перевели Евдокию и Лопухину первую жену царя Петра. Иоанно-Предтеченский монастырь расположен уже почти на выезде из деревни. От всего монастыря уцелел один храм, огромный собор Рождества Иоанно-Предтечи, возведенный в 1695 году. Курганы и могилы Вещего Олега находятся примерно в полукилометре к северу от выезда из Старой Ладоги. Они располагаются на самой высокой точке окрестностей и даже от их подножья открывается великолепная панорама Старой Ладоги. Впечатляет и долина Волхова, мощного и широкого. Курганы здесь всего три, два маленьких метра по два высотой и один большой. Если верить преданиям, именно на этом месте принял смерть от коня своего Вещий Олег, покоритель Хазарского Каганата. Эти курганы все, что уцелело от Старой Ладоги варежских времен. Можно оспаривать утверждение о том, что вся Русь пошла отсюда, что когда-то Старая Ладога была столицей Руси, что здесь в Кургане находится могила Вещего Олега. Но бесспорно одно, столько различных храмов на таком маленьком клочке земли заставляет задуматься о святости этих мест. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok